Мне доверили прочитать тему, посвященную подготовке, в частности подготовке по вентиляции в последипломном образовании у нас в стране. Вообще это достаточно сложный вопрос в действительности, причем он специфически сложный, потому что вентиляция штука непростая, и специфически сложная вещь вообще подготовка в нашей стране, уже оскомину набившая тема, касающаяся достаточности нашей подготовки вообще и так далее. Вообще, вот 10 лет назад мы подписали ту самую писловутую конвенцию, декларацию баллонскую, с очень грандиозными целями, теперь мы должны, так сказать, выпускать врачей, которые будут сравнимы по своей подготовке с западными, могут работать там и так далее, и так далее. В действительности это, конечно, прожекты, и чтобы достичь заданных целей, поставленных, нужно как минимум образование в равной степени уравнять западным, чего у нас, в общем, не сделано совершенно, мы только ее подписали, но для этого ничего не сделали. Наше образование как минимум в два раза короче, чем у них, и не только отличается по этому фактору. Ну, тем не менее, значит, интересная работа, тоже 10 лет назад вышла, примечательная тема, которая здесь сейчас будет освещена, в американском журнале по вентиляционной и критической медицине, авторы задались вопросом, а как вот оценивают эффективность подготовки по вентиляции резиденты американские, и в частности их руководители. Очень интересные находки получились тогда. Опросили довольно много резидентов старших, вот люди анкетировали их, вот такое количество ответили на эти анкеты. А вот результативность этого опроса. Правильный объем вдоха при респираторном дистрессе указали только 52% участвующих, тогда как 48% дали неверный ответ. Готовность к пациенту к отлучению неверно интерпретировали 38% ответивших, а показания для инвазивной вентиляции 27% определили неверно. Я не буду сейчас говорить вообще, проблема сложная, что такое верный вольный дыхательный объем, а что такое неверный при респираторном дистрессе, с каких позиций. То есть здесь такая детерминистская логика, она сама по себе очень уязвима. Но тем не менее, вот они дали вот такие результаты. Но самое примечательное вот это заключение, что к концу обучения, а это извините 4-5 лет резидентуры, это не наша долгодичная подготовка, подавляющее большинство руководителей этих резидентур считали, что их резиденты хорошо подготовлены по вопросу вентиляции. Однако согласились с этой точкой зрения менее половины резидентов. Это уже любопытная вещь, да, кто их готовил, считал, что он хорошо их подготовил, а вот сами обучаемые отнюдь не разделяли такой точки зрения. То есть к чему мы идем, как мы хотим, так сказать, унифицировать нашу подготовку, у них, в общем, своих проблем навалом, как мы видим. Вот. Тем не менее, мы попытались сделать что-либо похожее, посмотреть, как успешно готовят мы наших врачей, причем в двух разделах после дипломного образования. Первичное, это наши клинические ординаторы, и усовершенствование, которое, циклы которых проходят усовершенствование врачей пожизненно, да, каждые 5 лет. Вот мы их разделили, решили поглядеть, каким образом удается, не удается нам их учить, и в том числе, конечно, по вопросам респираторной терапии. Что мы сделали? Ну, инструменты у нас традиционные были, естественно, это тестовый контроль, это то, что принимается и используется повсеместно, до обучения, после обучения, этапное обучение, вот смотрели, формализованный такой. Плюс мы использовали два вот таких инструмента, я чуть попозже расскажу, что это такое. Опрашивали врачей, в частности, опрашивали ординаторов по поводу их информационной неудовлетворенности, в чем они испытывают дефицит подготовки, и вот технология мониторинг сухого остатка, так называемого, я расскажу, что это такое, чуть позже, когда мы подойдем к этому инструменту. Это те люди, которые были включены в это исследование, тестировали мы 161 клинический ординатор, который прошел обучение на кафедре, вот, и анкеты, оригинальные анкеты, раздали вот 64 ординаторам, которые преследовали получить самооценочный уровень их удовлетворенности, вообще той подготовкой, которую они получают, вот у нас на кафедре, в частности, это кафедра тогда еще Академии, после Академии после дипломного образования, бывший Ленинградский ГИДУВ, потом Медицинская Академия после дипломного образования, сегодня это Северо-Западный университет имени Мечникова. Вот мы поглядели этих людей, с формальной точки зрения, так сказать, то, что идет в отчеты, да, это результаты тестирования, первый год, первый год, первый год, а это через два года по окончании ординатуры, вот мы видим, какой хороший результат получался, да, и очень можно отчитаться, можно, что очень здорово в начале обучения, они плохо отвечали на вопросы, в конце обучения там здорово, и в общем все хорошо, и можно, в общем, гордиться этими результатами. На самом деле, как мы говорили, тесты это всего лишь тесты, это лишь часть, позволяющая как-то оценить подготовку врачей. Вот эти все вопросы малоформализуемые, они представлены, в частности, вот в результатах ответов, которые они давали нам вот на эти вот структурированные интервью в виде анкет. Оказалось, что удовлетворенность и полная, либо частичная, скорее удовлетворенность теоретическим курсам достаточно была широко представлена, но тем не менее, какая-то часть наших коллег, ну, молодых, да, около, как до десятой, оказались либо вообще неудовлетворены, либо малоудовлетворены. Ну, ладно, вроде как, в общем и целом тоже хорошо, основная масса была все же довольна тем, что они тут услышали за два года. Дефицит информации, вот это интересная вещь, на наш взгляд. Мы анкетировали, попросили врачей, ординаторов первого года и второго года показать им ранжиры от наиболее дефицитных тем к наиболее, менее дефицитным тем, что их, в чем они испытывают нехватку подготовки знаний теоретических. И смотрите, что получилось. Ну, во-первых, красные столбики везде выше, чем синие, голубые столбики. То есть, чем я становлюсь опытней, тем я больше понимаю, что я мало понимаю что-то, мало я знаю. Поэтому тут вот рост профессиональный налицо в этом плане. Ну, у нас кафедра взрослая, поэтому вопросы детской анестезиологии и ренематологии доминируют, как ни крути, мы, видимо, не можем дать в должной мере информацию по этой теме. Акушерские вопросы оказались, это специфическая, слабая, видимо, слабый момент в преподавании по определенным там человеческим обстоятельствам. Респираторная поддержка очень сильно оказалась, так сказать, представлена в темах, которые, очевидно, наши коллеги испытывали нехватку информации. Смотрите, ко второму году там 40% считали, что они, мягко говоря, не очень хорошо подготовлены. Интересно, что американские резиденции сказали, что 44% только признали, что они хорошо подготовлены. То есть, имея такой дефицит информации, спектр, чего не хватает нашим врачам, вроде как можно было акценты расставлять с точки зрения затрат времени и каких-то еще дополнительных усилий. Вот это первый такой вопрос, касающийся теоретической подготовки. Кроме того, мы проанализировали отчеты. Это формализованная вещь, кто учился в ординатуре, может быть, помнит, да, формализованная вещь оценки мануальных навыков. Как готовы люди по мануальным навыкам ординаторы заполняют дневники клинических ординаторов, где пишут там, сколько я там сделал, чего-чего. Вот мы проанализировали эти дневники тоже, за три года 82 человека описали эти дневники, степень освоения, а с чем сравнивали, либо с должным, сколько нужно выполнить тех или иных манипуляций, либо с реальными цифрами, которые мы находили в литературе западной, в частности, где представляли эти цифры. Откуда берутся должные цифры, сколько нужно сделать манипуляций, чтобы освоить ту или иную методику. Это так называемое кривое обучение классическое. Этот метод как раз используется, лежит в основе получения цифры, сколько нужно выполнить манипуляции. Вот, в частности, идет сравнение успешности спинальных анестезий иглой 25 и 27G, да, и показано, что для того, чтобы достичь 80% успеха, более толстой иглой достаточно сделать 40 функций, более тонкой иглой необходимо сделать 80 функций, да, чтобы обеспечить вот успешный этот блок. Вот эти кривые обучения, данные взяты на основании вот такого исследования, проведенного не нами, а на Западе. Мы взяли просто на вооружение эти цифры. Вот, откуда брались, собственно говоря, данные конкретно? Это вот европейский гайдлайн. Это 2008 года гайдлайн по обучению и подготовке резидентов анестезиологов в Европе, подписанной многими, подготовленной целым комиссией, да, советом по обучению европейского общества анестезиологов. На самом деле есть уже 2012 года пересмотр этого документа. Ну вот здесь, в частности, приводятся цифры должного количества манипуляций, которые резиденты должны получить за 4-5 лет резидентуры. То есть не то, что у нас. У нас они учатся всего 2 года. Вот что у нас получилось по изданным манипуляциям, навыкам манипуляционным, которые, так сказать, имеют отношение более-менее к теме, которая сегодня есть. Значит, должное количество оротрахиальных интубаций по данным кривых обучений, это 19 раз нужно интубировать пациентка, чтобы более-менее, так сказать, ну, вроде как научиться это делать. Здесь у нас вроде все хорошо, зеленая зона. Все наши обученные ординаторы, все научились 100%. На первом году 100 раз интубировали, на втором там 83 через рот. Наза трахиальная тут послабее, конечно, но если суммировать и то, и другое, то, наверное, можно представить себе, что выпускники нашей ординатуры вроде бы как умеют интубировать через рот и через нос. Очень плохо обстоит ситуация с фиброаптической интубацией трахеи. На первом году у нас никто не познакомился с этой методикой, на втором году лишь 2 человека сделали аж вот 12 раз. Где-то, видимо, попали в какие-то условия, где фиброаптическая интубация была распространена. По данным литературы нужно не меньше 10 раз выполнить фиброаптическую интубацию трахеи, чтобы сказать себе, что, наверное, у меня эта методика так или иначе освоена. То есть эти люди у нас выходят не умеющие интубировать фибро-бронхоскопы. Это вроде как золотой стандарт, до недавнего времени считалось, да, в случае трудной интубации. Хотя сегодня куча всяких супроглоточных девайсов, да, которые говорят, что вообще фиброаптики, это сегодня уже вчерашний день. Но тем не менее, лингеальную маску ставить, можно сказать, что наши врачи не умеют к концу этого выпуска. Вот тут 14 человек, только четверть, на втором году всего один познакомился. Нужно не меньше 8 раз поставить эту маску, чтобы считать, что вроде как я это дело умею. Вот это в отношении вот этих манипуляций. Вот. Ну и, наконец, чрезкожная трохиостомия. Важная методика, да, в случае тоже каких-то трудных дыхательных путей. Литературе мы не нашли, сколько нужно их выполнить. Тоже можно сказать, что наши врачи делать это не умеют. То есть в случае чего-то острого, ургентного, да, задыхающегося, трохиостому сделать не смогут. Не смогут. Вот это и то, с чем мы сравниваем результаты, так сказать, западных вот этих публикаций. Это мануальные навыки, которые есть. Плюс вещь самооценочная, психологическая. Это мы спросили наших врачей, насколько они ощущают готовность к профессиональной деятельности. Скорее нет. 28% сказали, что они скорее не готовы выполнять полученную информацию, вернее, достаточную. Считают, скорее, недостаточную. Это вещи, которые не формализуются, никакие в отчеты, естественно, не идут. Можно сказать, что вы слишком смелы такие цифры, да, приводите. Это то, что вы себя, в общем, сечете прилюдно. На самом деле, просто нужно дать себе смелость, да, и сказать, что есть что улучшать. Думаю, что это на качество работы только может улучшить, никак не ухудшить последующее. Ну и, наконец, уверенность. Насколько уверенно вы смотрите в свое профессиональное будущее, тоже врачи, в общем, можно легко было представить эти ответы. 44% сказали, что, ну, в общем, испытывают сомнения в большей степени, но испытывают, да. Уверенно оказались вот 53%. Я не знаю, насколько можно быть уверенным за два года обучения. Вот я уверен, да. Смелость дело хорошее, конечно, но, тем не менее, вот так результаты у нас получились вот такие вот. Какой мы сделали вывод? Мы очень гордились этим выводом. Очень гордились этим выводом. Это научно обоснованный вывод, что два года подготовки наших врачей позволяют безопасно работать молодому врачу в крупном учреждении, где есть много рядом старших товарищей, и все будет хорошо. А самостоятельно его разрешать работать никак нельзя. Где-то там в медвежий угол его отправлять, где он будет один, и некому будет обратиться, не дай бог, что случилось. Мы очень гордились этим выводом, думали, насколько нам это, так сказать, проститься нам это, не проститься, потому что это идет полностью в разрез с принятой сегодня системой. Сертификаты у всех одинаковые, а мы, значит, громко говорим, что, ребята, это неправильно, да, молодым врачам разрешать полностью самостоятельную работу. Это часть работы, касающейся первичной последипломной подготовки. Есть свои проблемы и в последипломном усовершенствовании, которые вот через всю жизнь, да, то, что мы должны делать. Вот это методика сухого остатка. Нашим слушателям, которые прослушали у нас там месячный или полуторамесячный сертификационный цикл, мы попросили в конце цикла на совещании и производственном указать 4-5 тем наиболее важных с точки зрения вот прикладной значимости этих тем. И вам прочитали, допустим, 40 лекций, вы нам укажите 4-5 наиболее важных, которые вы вынесли из цикла. Вот они вам для работы важны, для прочего прочего. Вот это сухой остаток. И вот как разделились голоса. Обратите внимание, значит, в 6-7 году респираторная поддержка как наиболее важная в практическом значимости тема, да, оказалась абсолютным лидером. Очень широко представлены физиология гемодинамики в тем или другие годы, вопросы больших кровопотерь, профессионального выгорания. Мы читали, наши медицинские психологи читают на кафедре прикладные вопросы психологические, да, касающиеся нашей специальности. Мы знаем, что анестезиологи по мере длительности стажа, в частности, очень много у нас всяких вот особенностей, так скажем. Это богаты только не мы, не только анестезиологи, и психиатры богаты этим, да, и много кто, но вот у нас это представлено. И много-много всяких других разных вопросов. Вот мы получили такую иерархию сухого остатка, что наиболее важно. Кроме этого, мы спросили, а что вам не хватило в конце сертификационного цикла, чего вам не хватило, с чем вы уходите с, так сказать, дефицитом информации, нужно было не получить. Вот тут совсем по-другому разложились эти же темы, не эти же, а темы, которые оказались, указали врачи. Смотрите, респираторная поддержка, опять же, оказалась в лидерах дефицита информации. С одной стороны, они вынесли ее как наиболее важное, что они уносят с собой, с другой стороны, это лидер по теме, когда они оказались вот этой информацией, все равно не хватило, нужно было что-то еще. Анестезия кушерских операций, вот, видимо, сложный вопрос, специфический, судя по всему, должным образом, не могли мы его представить, чтобы врачи ушли, так сказать, удовлетворенными. Вопросы теоретизации обучения нам, тоже об этом все время говорят, лекции много, а практики мало. Попробуй обучи практикой 60 человек, сиди слушателей, попробуй их отведи в операционную реанимацию, в самостоятельные больницы, да, там где-то, так сказать, наши клинические базы. Это самостоятельная больница, это сложно делать все. Вот, опять же, вопрос и детской анестезиологии, ну, и вот весь спектр здесь представлен. Тогда мы решили, а как это можно проанализировать результаты, что это такое? И вот создали этот алгоритм, оценки, интерпретации вот этих вот двух рейтингов. Самая красивая ситуация, это вот вторая ситуация, высокая значимость темы по одному рейтингу, по сухому остатку, и низкая остаточная удовлетворенность. Тема отличная, ухожу удовлетворенно, все хорошо. Классный, видимо, преподаватель, прекрасно рассказывает, люди уходят довольны, все очень хорошо. Плохой преподаватель, наверное, тема незначима, он ее не вынес, то есть в практическом плане я не вынес ничего, он ее не указал. При этом высокая остаточная неудовлетворенность, я хочу по ней знать, ну, больше, но при этом я никак не могу ее взять как значимой с точки зрения практики, я ничего не услышал. Судя по всему, здесь нужно вопрос к преподавателю, насколько это эффективно преподается. Низкая значимость темы, низкая неудовлетворенность, она не нужна мне, можно, наверное, тему вообще исключать из расписания, судя по всему. А вот вторая часть, это то, что касается респираторной поддержки как раз, она и в практическом плане очень значима, и высокая неудовлетворенность. Из этого мы сделали вывод, что, наверное, мало не хватает занятиям, то есть качество преподавания, наверное, неплохая, кость люди говорят, что эта тема, да, очень важна, мы ее указываем, мы выносим позитивно. Я скрывать не буду, эту тему я читал, но не потому, что я хочу похвастаться, просто так получилось. Вот, и нужно, наверное, время длительное занятие увеличить, мы решили так. Вот мы попытались что-либо подобное сделать, вот, в рамках общего усовершенствования поначалу была двухчасовая лекция по вентиляции, в начале этого всего дела. К шестому году, это уже шесть часов на цикле читалось, с третьего года введен был цикл тематического усовершенствования по респираторной поддержке. Люди говорят, мало сделали две недели, люди говорят, мало сделали три недели. Опять говорят, мало те, кто приезжает, приезжайте на рабочее место, просто давайте вот работайте у нас. Вот, можно сказать, какие мы молодцы, финал этого всего, это тематическое усовершенствование накрылось медным тазом сегодня. Никто к нам на эти циклы не едет, перестал приезжать, при том, что на общему усовершенствованию все говорят, что очень важно, правда, на тематическое никто не приезжает по одной простой причине, после цикла ТУ продлить сертификат невозможно. Едут там, где можно продлить сертификат. На ТУ, на ОУ-то не отпускают главные врачи, специалистов, деньги не платят, еще что-нибудь там. На ТУ вообще не отпускают, ты что, просто поучиться поехал, а сертификат тебе не надо продлить? Нет, так все. Никто до нас не доезжает, это административные вещи, которые вмешиваются в профессиональные вопросы, это дефицит, проблема образования как такового, а не вентиляции, собственно говоря, о чем мы говорим. То есть этого цикла сегодня нет больше. В лучшем случае приедет один-два человека и больше никого. То есть это со всех позиций совершенно нерентабельно. Вот, для этого дела был, в частности, в рамках усовершенствования подготовки, такой конспект мы придумали. То есть мы что-то писали в этом конспекте, что-то оставляли на запись врачам, вот, давайте интерактивно работать, чтобы лучше запоминать, да, слушаю, пишу, записываю к себе в этот дневник и прочее, прочее. Всякие были у нас предложения. Вот, сегодня мы вернулись к обычной традиционной практике, мы в этой, эти книжки все существуют, просто всю распечатку слайдов даем, и все. И это показатель, что это хорошо, у нас перестали просить на флешках, дай мне скопирую мою лекцию. Как только дали всю распечатку слайдов, больше к нам не просят, слушателька, давай я скопирую. Вот, есть же все. Электронный вариант не самоцель, просто чтобы там можно было видеть все, что вы здесь давали. Вот, по респираторной поддержке, когда циклы эти пошли тематические, создали вот такую типа тетрадь респираторную, специально для работы на циклы. Малыми тиражами ее распечатали двумя, посоветовали, все, потом делали пятитысячный тираж. Этот тираж весь раскуплен. Вот сейчас я как раз спросил у Констана Михайловича, как там наше переиздание-то. Ну вот он пообещал, что будет, надеюсь, будет. Вот, мы же этой книги больше нет, она вся разошлась уже. Вот, переиздание должно действительно состояться через какое-то время. Вопрос о, значит, вентиляционной. Ну и, как я уже говорил, неотъемлемой частью всего этого дела, это организационные вопросы. Административные, которые совершенно очень серьезно вмешиваются. Смотрите, мы спросили наших врачей, вас, таких же, как вы, просто слушателей, что вам нужно вообще для хорошей работы. Что вам нужно, чтобы стать классным и так далее, да, специалистом. Чем меньше балл, чем ближе к единице, тем выше значимость, а это процент ответивших. Укомплектованность обученным персоналом. На первом месте мне нужно, чтобы у меня отделение было профессионалами обучено, обученными, укомплектованными. Мониторы нужны, легкоуправляемые, надежные аппараты ИВЛ. Психологический климат, смотрите, даже выше заработной платы все это оказалось значимо. Регулярное повышение квалификации. Дальше уже пошло все, всякие мелочи. То есть вот вентиляторы нужны. Но надо сказать, что с тех пор, это пошло уже несколько лет, ситуация сильно изменилась. Сегодня мы встречаем другую ситуацию. Приходишь в отделение какой-нибудь больницы, там, бог знает какой, вот такая техника стоит. Замечательная техника. Где-то им попало по контракту, по госпрограмме, по дороге России, по программе, еще как-нибудь попало. Работать не умеют. То есть раньше мы приходили, нам говорили, эй, Рожка, что я сделать, ничего не могу, больные у нас умирают. Сейчас с точностью, да наоборот, часть ситуации. Приезжаешь в такие развалины, да, стоят отменные аппараты, люди говорят, что с ними делать, научи, как с ними работать. То есть это тоже нехорошо, подготовка тут очень важна. Что мешает обучению на базах? Ординаторы нами сказали. Дефицит общения со старшими коллегами нам некогда, мы все заняты, да и преподавателей-то нет. На базе один-два преподавателя, ординаторов шесть, восемь, десять. То есть они общаются со штатными врачами. Негативное отношение персонала на базах, повторюсь, это самостоятельные клинические больницы. Которым нет дела до подготовки. Нет дела. Как наведешь контакт с врачом, да, в больнице, так и с ним познакомишь. Так и он будет тебе помогать. Кто-то из больных недоступен, часть больных не хотят участвовать в обучении. То есть это такие объективные вещи, сложности подготовки вообще. Вот такой снимок, который я сделал в одной из клинических баз нашей кафедры. В одной из, тут еще, тут рядом бабулька сидит такая, с милейшим выражением лица. И написано со своими студентами, до свидания. А где их раздевать? К вопросу о теоретизации нашего обучения. Нужна прикладная направленность. Пойдешь в больницу, там тебя сразу на входе встречают. Ни студентов, ни курсантов. До свидания. То есть это проблемы государственного масштаба. Государственного. Я думаю, что это не преувеличивает. Ну и наконец, кто предпочтительнее в качестве учителя. Смотрите, штатный врач отделения, зав. отделения оказались более предпочтительны, нежели кафедральный сотрудник. Позиция кафедрального сотрудника на базе определяется полностью умением его наладить контакт со штатными врачами. Мы там пришлые люди. Да, есть договор какой-то о сотрудничестве. Но на самом деле нам, нам, мы нужны, когда нужно расписать, размазать ответственность. Профессор придет, напишет что-нибудь, да, и вот размазать где-то защитить в суде, где-то дать рецензию, прочее, прочее. Тут нужна формальная мордатость, да, там, доктор, наук, профессор, еще что-нибудь такое. На деле, когда не мешаем, отойди, мы тут, так сказать, сами по себе, мы нам тут сильно, это обычная ситуация. Можешь встроиться в эту контору, да, тогда тебя, так сказать, тебе дают возможность работать. Это тоже проблема государственного плана. Тоже проблема государственного плана. А не то, что там кафедралы такие, какие-то там, некомплиентные. Смотрите, что нужно для хорошей работы на Западе. Интересная работа бельгийских врачей и резидентов опросили. Опять же, советоваться со старшими, им тоже хочется, да. Выделить время, прежде всего, библиотека научной работы, ну и быт какой-то, да, тоже нужно. Вот они здесь об этом тоже пишут. Разбор ошибок, осложнений, доброжательная обстановка, это то, что им нужно. У нас, смотрите, совсем другие оказались приоритеты. Аппараты нам нужны, мониторы, персонал нужен и прочее, прочее. Что мы можем сказать сегодня в заключении? Ключевые трудности подготовки наших ординаторов. Краткосрочность обучения в ординатуре дает неоднородность подготовки. Кто-то поумнее, заинтересованнее успевает нахватать, что надо, кто-то выходит совсем слабым, выход после ординатуры. Недоучет информационных потребностей слушателей, он приходит к тому, что всем поровну, да, каким-то темам нужно давать больше акценты, каким-то темам меньше, то есть учитывать, что им надо, что им не надо. Вот вывод, который мы сделали тоже тогда. Значит, восприятие информации по вентиляции, если иметь в виду, то нужны хорошие респираторы. Если ты рассказываешь людям, а у человека нет возможности с техникой работать, выживаемость знаний ноль. Ты что-то услышал, у него дома придет, у него рост стоит, да, он ничего не запомнит. Вот, ну и в отношении, конечно, всей этой подготовки, мастер-классы, семинары, симуляционные, чем Алексей Иванович говорил, интересно, можно вернуться, да, если есть такой симуляционный центр. Конечно, здорово. Ну и в общем, было очень неплохо. Вот что мы написали, в частности, я прошу прощения за длинную цитату. Ясно, что современная подготовка медицинского образования требует коренной реформы. Должна явиться в недалеком будущем. Как может существовать и далее такой порядок вещей? И так далее, и так далее. Не странно ли, что мы ежегодно собираемся на съездах и говорим, и никак не хлопочем об этом всему порядочном? Я маленько тут припонтяривался, это не я написал. Это вот этот человек написал. Больше ста лет назад. Звучит актуально. По-моему, не то слово. По-моему, не то слово. Как будто написано сегодня. Вот еще одна чудная цитата. Это тоже я написал в кавычках. Я вынес убеждение, что среди нас, только что получивших лекарский диплом, едва ли был хоть один, который не знает, что такое мышца, да, но многие ли умели сделать горло сечения задыхающемуся ребенку? Вспоминается отчет мануальных навыков наших координаторов. Никто не умеет делать дилетационную тахиостомию. Никто. 901 год. Похожая ситуация. Как сегодня написано. Как сегодня написано. Хотя время пошло. Это уже я написал, это правда. Под чутким руководством Константин Михайловича Лебединского, Татьяна Владимировна Рештова, профессора-психолога, была выпущена вот такая работа, докторская, защищена, которая была сфокусирована на подготовку последипломных врачей и прочее. Мы гордо написали, это действительно уже мы написали, о чем я уже говорил раньше, что выпускникам клинической координатуры разумно представляется разрешать начало профессиональной деятельности только в крупных медицинских учреждениях. Только в крупных. Нельзя их никуда отсылать. Пусть они здесь работают, потом оперятся и пусть едут куда хотят. Ну и вот еще одна цитата, которую я когда прочитал, я испытал горькие чувства, смешанные чувства. Мы с горькой завистью смотрели на тех счастливцев, которые были оставлены ординаторами при клиниках. Они могли продолжать учиться, им без того, чтобы работать не на свойствах и риск. С горьким ощущением я прочитал эту цитату. Знаете, кто ее написал? Викентий Викенчев-Рисаев. Записка к врачам. 895-й, 9-й год. Похожая ситуация. По-моему, тут даже сложно что-либо добавить в отношении нашей ситуации с последипломным образованием сегодня. Спасибо. Продолжение следует...